Закрытые и защищенные конструкторы Перенос конструкторов в закрытую или защищенную область класса лишает тех или иных клиентов класса возможности инстанцировать данный класс тем или иным образом. Перенос конструктора в область Private лишает возможности инстанцировать экземпляры соответствующим образом как внешние программные элементы, так и дочерние классы. Перенос конструктора в секцию Protected лишает возможности инстанцировать экземпляры класса только сторонние программные элементы, но не классы, являющиеся прямыми или косвенными потомками данного класса. Как бы то ни было, перенос конструктора в секцию Private или Protected является осознанным архитектурным решением, которое в большинстве случаев требует документирования для обоснования этого решения как определенного инженерного выбора. С почленной инициализацией экземпляров классов мы уже сталкивались при обсуждении явления Copy Initialization или инициализации скопирования. Почленная инициализация экземпляров классов подобна инициализации без конструктора. И если инициализация без конструктора подавляется определением какого-либо конструктора, например, конструктора по умолчанию, то почленная инициализация подавляется созданием конструктора копирования. Вызов конструктора копирования, а при его отсутствии выполнения почленной инициализации происходит во многих случаях. Основные случаи, когда наблюдается вызов конструктора копирования или почленная инициализация экземпляров, приведены на нашем слайде. Обратите внимание, что независимо от того, какой из двух механизмов будет актуализирован, это достаточно затратная операция, которая отнимает время программы. По этой причине передачу экземпляров классов как параметров или результата работы метода следует по возможности замещать передачей указателя или передачей ссылки на соответствующий объект. Путем нестандартных архитектурных решений почленная инициализация по умолчанию может быть полностью запрещена для конкретного класса. Аналогом почленной инициализации по умолчанию для обновления существующих экземпляров классов является почленное присваивание по умолчанию, которая подавляется не созданием конструктора копирования, а определением собственной перегруженной операции и функции присваивания. Почленную инициализацию и почленное присваивание по умолчанию объединяет следование семантики поверхностного копирования. Поверхностное копирование называется так потому, что не выполняет глубинных операций по дублированию тех или иных объектов, являющихся атрибутами класса. Представим себе, что атрибутом класса является указатель на массив, владельцем которого является экземпляр класса. При создании копии этого экземпляра, либо при копировании, либо при присваивании по умолчанию, семантика поверхностного копирования предполагает, что скопирован будет только указатель, но не сам участок памяти, где хранятся элементы массива. Результатом такого поведения станет недоступность элементов данного массива для объекта копии, как только объект оригинал окажется уничтожен. В тех случаях, когда речь идет об управлении и работе с общим ресурсом, это поведение более чем корректно. Однако такие ситуации встречаются не всегда. В большинстве случаев объект копия также должен являться владельцем своего самостоятельного массива. По этой причине семантика поверхностного копирования полностью удовлетворяет потребности программиста в минимальной доле случаев. Решением этой проблемы является самостоятельная реализация операторов присваивания и конструкторов копирования классов. В них, в свою очередь, семантика пересматривается, и речь идет о глубинном копировании экземпляров. Еще один вид конструкторов классов – это конструкторы копирования. Как следует из самого названия этой разновидности конструкторов, задача конструкторов копирования – создавать новые экземпляры классов путем точного копирования имеющихся. Существует сложившаяся практика написания конструкторов копирования, которая заключается в том, что традиционный заголовок конструктора копирования имеет следующий вид. Иными словами, конструктор копирования, как правило, принимает константную ссылку на существующий объект того же класса. Однако, этот вариант параметра конструктора только один из нескольких возможных. Как мы показываем на нашем слайде, ссылка может быть неконстантной, ссылка может быть неустойчивой, ссылка может быть константной и неустойчивой. С поправкой на соответствующие нюансы, все эти ссылки могут использоваться как параметры вызова конструкторов копирования класса. С конструкторами копирования связан ряд контрактов. Основной контракт, связанный с конструкторами копирования, заключается в том, что объект, являющийся исходным для формирования нового, не претерпевает никаких изменений. Иными словами, он не меняется и остается таким же, каким был. Конструкторы копирования почти никогда не вызываются явно. Вызовы конструкторов копирования внедряются в объектный код компилятором, например, там, где необходима передача фактического параметра внутрь глобальной функции или метода, либо там, где происходит инициализация нового объекта с копированием. По этой причине передача второго, третьего и так далее фактического параметра конструктору копирования представляется практически невозможной. В связи с этим необходимо упомянуть один малоизвестный факт. Конструкторы копирования классов в языке C++ могут иметь более одного параметра, при условии, что второй, третий и все последующие формальные параметры конструктора копирования имеют значение по умолчанию. Конструкторы, не являющиеся конструкторами копирования или конструкторами по умолчанию, можно объединить в третью общую категорию конструкторов преобразования. Сказать что-то конкретное об этих конструкторах достаточно сложно. Заголовки таких конструкторов имеют самый общий вид, поскольку само назначение конструктора преобразования заключается в возможности создать экземпляр класса по практически произвольному набору исходных данных. Логичным развитием идеи конструкторов преобразования и в то же время прямой их противоположностью являются операции преобразования. Ответственность операции функции преобразования заключается в том, чтобы из большого и сколь угодно сложного экземпляра класса создать свертку определенного типа данных. Как правило, таким результирующим типом является один из базовых типов языка, например, целое вещественное значение или строка. Операции преобразования, как правило, вызываются неявно, и их вызов внедряется компилятором в те точки программы, где экземпляр класса соответствующего типа должен быть представлен как целое, вещественное или иное значение. Результатом операции преобразования может быть не только элементарный тип языка C++. Таким результирующим типом может быть и другой класс. Однако операции преобразования классов в классы практически никогда не используются. Причина этого заключается в том, что будь такие операции в составе того или иного класса, этот класс имел бы размытую зону ответственности и, среди прочего, отвечал бы за то, чтобы быть преобразованным к иным сторонним типам классов программной системы. И такой выбор зон ответственности является не совсем верным. Правильное решение в ситуации наличия двух типов, например, типа T и типа U, когда оба типа являются пользовательскими классами, заключается в том, чтобы тип U, если ему необходимо создать экземпляр на основании значения типа T, полагался на собственный конструктор преобразования, а не на операцию преобразования к U на стороне класса T. Говоря о содержательной стороне операции функции преобразования, необходимо заметить, что тип результата такой операции неявно заложен в ее названии. Что же касается аспектов реализации этой операции, то, как любая операция преобразования или приведения типов, она может встречаться в коде довольно часто, а потому, чтобы не создавать особой заметной нагрузки, и должна быть ограничена одним, двумя или несколькими операторами. Как мы уже говорили, работа любого конструктора состоит из двух этапов. Фаза начальной инициализации значений атрибутов и исполнения тела конструктора, например, присваивания значений атрибутам. Имеющаяся на сегодня тенденция к сжатию тела конструктора и максимальному насыщению списка инициализации обусловлена соображениями производительности. Дело в том, что одинаковую производительность демонстрирует только присваивание значений элементарных типов в списке инициализации и в теле конструктора. Не будучи упомянутыми в списке инициализации, атрибуты элементарных типов никоим образом не инициализируются. Память под ними остается неподготовленной и содержит случайные значения. По этой причине присвоить правильные значения атрибутам элементарных типов в теле конструктора не поздно, поскольку предварительной подготовки памяти, как мы только что сказали, не произошло. Совершенно иная ситуация складывается вокруг атрибутов, являющихся экземплярами своих классов. Атрибут экземпляр класса, если не был упомянут в списке инициализации конструктора, инициализируется значением по умолчанию. Иными словами, к моменту входа в тело конструктора для такого атрибута уже исполнен его собственный конструктор по умолчанию. После этого присваивание значений атрибуту в теле рассматриваемого конструктора эквивалентно перезаписи, переупорядочению той же самой части памяти экземпляра. Очевидно, что присваивая значение атрибуту, который является экземпляром класса в теле конструктора, мы тем самым отменяем результаты его инициализации по умолчанию, которая была проведена при выполнении списка инициализации. Делая двойную работу, мы серьезно теряем в производительности конструктора класса как единого целого. По этой причине, чем больше атрибутов, являющихся экземплярами классов, включает наш рассматриваемый класс, тем меньше работы остается для тела конструктора, и тем богаче и содержательнее должен быть список инициализации значений атрибутов. Наконец, среди атрибутов класса выделяются две категории атрибутов, которые не могут быть инициализированы в теле конструктора и должны быть подготовлены к работе посредством списка инициализации значений. К таким категориям атрибутов относятся константные атрибуты и атрибуты ссылки. Деструктор – это вторая категория специальных методов класса. Ответственностью деструктора является освобождение всех системных ресурсов, захваченных экземпляром класса перед его уничтожением. Деструкторы классов почти никогда не вызываются явным образом. Вызовы деструкторов внедряются компилятором автоматически в точку выхода автоматических переменных из области видимости, а также перед вызовом операции Delete для указателей на соответствующие объекты классов. Напомним порядок взаимного вызова операций New, Delete конструкторов и деструкторов класса. Конструктор класса вызывается после успешного выполнения операции New. Деструктор класса выполняется до передачи управления операцией Delete. Деструктор, как специальный метод класса, не возвращает значения. С точки зрения грамматики языка C++ в этом деструктор близок к конструктору класса. Тем не менее, технически конструктор класса на языке C++ возвращает ссылку на вновь созданный экземпляр, хотя на уровне исходного кода этот факт никоим образом не отражается. Что же касается деструктора класса, то он возвращает пустой результат, то есть воображаемым результатом деструктора как метода класса является тип void. Это обстоятельство легко объяснить тем фактом, что деструктор никак не информирует о результатах своей работы, поскольку согласно принятым соглашениям, обоснования которых мы ненадолго отложим, деструктор всегда завершает свою работу успешно. Наконец, в связи с тем, что вызовы деструкторов внедряются компилятором в необходимые ему исходные точки кода, передать деструктору параметр невозможно. В связи с этим параметров у деструктора нет, даже принимающих значение по умолчанию. В связи с этим, можно сказать, что деструктор невозможно перегрузить. Коль скоро у него нет параметров, значит сигнатура всех возможных деструкторов одного и того же класса была бы совершенно идентичной. Действительно, в отличие от конструкторов, деструкторы классов не перегружаются. Однако, довольно часто они определяются как виртуальные. Пользу от определения виртуальных деструкторов мы оценим, когда займемся вопросом наследования и поддержки полиморфизма подтипов. Пока же будем считать, что виртуальные деструкторы это задел на будущее. Задачи, которые традиционно возлагаются на деструктор, довольно часто сводятся к освобождению ресурсов оперативной памяти. Тем не менее, задача освобождения ресурсов памяти является далеко не единственной задачей, которую целесообразно делегировать деструктору. Единственная оговорка, которую следует сделать в отношении задач, которые следует поручать деструктору, заключается в том, что эти задачи должны выполняться гарантированно успешно. Причину этого мы с вами только что обсудили. Деструктор, как специальный метод класса, не имеет технической возможности сигнализировать о неуспешном выполнении операции в своем составе. По этой причине, испытывая сомнения в том, что операция завершится гарантированно успешно, ее следует изъять из зоны ответственности деструктора класса и оформить как самостоятельный метод, который явным или неявным образом будет вызываться до того, как управление будет передано деструктору класса. Единственная широко известная причина, по которой деструктор класса вызывается явным образом, обусловлено естественным желанием разработчика сэкономить на такой дорогостоящей операции, как выделение и освобождение оперативной памяти. Рассмотрим небольшой кодовый фрагмент. Пусть наша задача предполагает создание и уничтожение двух экземпляров класса Sample. При этом мы заранее знаем о том, что эти экземпляры не используются одновременно. Иными словами, задача заключается в том, чтобы создать и уничтожить в динамической памяти два экземпляра класса Sample, причем сделать это последовательно. Использование общепринятых механизмов, основанных на стандартных операциях New и Delete, в данном случае является неприемлемым, поскольку, используя конструкции New и Delete, нам не удастся разделить во времени операции выделения, освобождения памяти и вызова конструктора и деструктора соответственно. По этой причине мы выбираем альтернативную стратегию менеджмента оперативной памяти. Суть данной стратегии заключается в том, чтобы запросить у операционной системы участок памяти, достаточный для размещения в нем экземпляра класса Sample, но представить его логически, как обычный массив байтов. Массив байтов за неимением специального обезличенного байтового типа в языке C будет представлен как массив символов. Именно этот массив символов по окончании решения задачи и будет возвращен в пул свободных системных ресурсов. Когда при выделенном символьном массиве у нас возникает потребность в размещении очередного экземпляра Sample, мы размещаем его в тех адресах, которые были заранее выделены и представлены как массив символов. Для этого мы используем специальную форму операции New, так называемая размещающая версия New. Задача размещающей версии операции New заключается в том, чтобы проинформировать операционную систему о том, что экземпляр класса, будучи размещаемым в динамической памяти, не требует выделения дополнительных ресурсов. Новый экземпляр класса будет создан на тех адресах, которые были выделены нами ранее. Дополнительный параметр операции New как раз и содержит тот адрес, начиная с которого мы ожидаем размещения нового экземпляра класса. Конструктор класса при этом будет вызван неявно по стандартной для операции New схеме. Однако у размещающей версии операции New нет парной операции Delete. Поскольку фактического выделения памяти не произошло, то и освобождать эту память не нужно. Однако при неявном вызове конструктора нам необходимо создать явный вызов деструктора. Именно он явный вызов деструктора и будет своеобразной парой для операции, размещающей New. Таких пар, размещающие New и явный вызов деструктора, между операциями выделения и освобождения оперативной памяти может быть сколько угодно. Накладные расходы, связанные с вызовом конструктора и деструктора, определяются исключительно мастерством программиста, сложностью самого класса и эффективностью подхода к решению задачи упорядочения участка памяти и освобождения ресурсов экземпляра. Соответственно, для создания и уничтожения только одного экземпляра, подобное решение является тяжеловесным и избыточным. Однако, чем больше циклов последовательного, повторного использования одной и той же области памяти мы предпримем, тем более эффективным окажется результирующее решение. Данный пример может быть без труда расширен с хранения одного на хранение большого количества элементов одного или разных типов. По сути, мы говорим о создании пула в динамической памяти, ресурсы которого повторно используются многократно в соответствии с реализуемой нами явным образом стратегией менеджмента памяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова